РАДИО ДЕТАЛИ На пороге лета радиодетали прибывают в лирико-романтическом настроении духа и напоминают вам, что теплое время суток – это традиционная пора свадеб. И вот вам два ярких примера по обе стороны океана. Кенийский юрист Феликс Кипроно заявил о намерении посвататься к старшей дочери президента США Барака Обамы. Дочь зовут Малия. В качестве выкупа за невесту юрист Кипроно готов предложить 70 овец, 50 коров и 30 коз. Стряпчий Кипроно планирует лично сделать предложение руки и сердца в июле во время визита Обамы в Кению. Африканский правовед сообщил, что давно мечтает о женитьбе на Малии и составляет письмо, в котором надеется уговорить американского президента взять ее с собой в поездку на землю предков. Люди могут подумать, что я гоняюсь за деньгами семьи, но это не так, утверждает законник Кипроно. По его словам, им движет настоящая любовь к Обаме дочери. Он заинтересовался юной Малией в 2008 году, когда Малия была еще, к слову, 10-летним ребенком. И с тех пор кенийский адвокат с сомнительными наклонностями ни с кем не встречается и дал клятву быть верным дочери Обамы. Феликс Кипрона уже все распланировал. После свадьбы он думает вести с супругой так называемую простую жизнь. Я научу Малию доить корову, готовить кукурузную кашу и изготавливать мурсик, то есть традиционный кенийский напиток, как это умеет любая кенийская женщина. Осталось только послать Обаме в Белый дом 70 овец, 50 коров и 30 коз. И можно начать доить корову и готовить мурсик. Жизнь собачья. А вот в России даже в церемониал бракосочетания проник военно-патриотический дух и милитари-стайл. Московским молодоженам отныне предлагают поездку в ЗАГС на БТР, сообщает ТАСС. По словам некого сотрудника брачного агентства, стоимость аренды бронетранспортера для молодоженов начинается от 100 тысяч рублей. Все зависит от того, какой маршрут у вас до ЗАГСа. Если вы будете передвигаться по центральным улицам Москвы, то аренда бронетехники будет дороже, так как при прокладке маршрута придется решать вопросы с сотрудниками ГИБДД, сообщил менеджер фирмы. В то же время, если ЗАГС находится на периферии, то хлопот будет меньше, следовательно, и аренда бронетехники будет дешевле. За дополнительную плату агенты готовы отправить БТР и в российские регионы. Дело в том, что в сетях уже появились предложения для владельцев свадебных агентств купить поддержанный БТР стоимостью от полутора миллионов рублей. А радиодетали со своей стороны предлагают начать выпуск специальных брачных танков и БМП на новейшей платформе Армата и становиться мужем и женой на броне необитаемой башни гусеничного танка. Вот это правильно! Логичной развязкой законного брака является деторождение, но иногда этот благородный и естественный процесс принимает необычные формы. 40-летние жители штата Мичиган Джей и Кетери Швант установили новый мировой рекорд. Женщина-мать Кетери Швант родила своего 13-го ребенка, и как и все ее предыдущие дети, он у них с Джеем тоже оказался мальчиком. О боже, нам снова придется придумывать имя, написал в своем фейсбуке счастливый отец. У пары в данный момент уже есть следующие сыновья, записывайте. 22-летний Тайлор, 19-летний Зак, 18-летний Дрю, 16-летний Брэндон, 13-летний Томми, 12-летний Винни, 10-летний Келвин, 8-летний Гейб и 6-летний Уэсли, 5-летний Чарли, 3-летний Люк и Такер, которому в августе исполнится 2 года. О как! Но не все родители оказываются хорошими и образцово-показательными. Вот вам негативный пример. Безработная мать из английского графства Камбрия потратила на пластические операции 20 тысяч фунтов, которые получила в качестве детских пособий. Социальные выплаты в размере 15 фунтов в неделю Андреа Далзел причитались с 2003 года. И эти деньги она потратила на красоту, которая, как известно, требует в том числе и жертв. Последнюю, или, как принято нынче выражаться, крайнюю операцию 48-летней женщине сделали в Будапеште. На перелет до Венгрии размещение и косметические услуги британка израсходовала почти 5,5 тысяч долларов. Предыдущая операция на спине, которая была проведена в Великобритании, обошлась ей в 15 тысяч долларов. Далзел, воспитывающая четырех детей, рассказала, что ведет очень экономный образ жизни. Например, она ест всего лишь раз в сутки. Женщина уточнила, что целенаправленно копила деньги на услуги пластических хирургов. «Я всегда знала, что сделаю операцию, потому как морщины, мешки под глазами и седина – это не для меня», – заявила прекрасная миссис Далзел. Добавим, что в прошлом году Андреа Далзел уже попадала на страницы британских таблоидов. Тогда ее 22-летняя дочь Софи пропустила собеседование. Причина прогула была более чем уважительной. Юная леди в этот момент устанавливала грудные импланты. То есть вместо собеседования занималась увеличением сись. «Мне нравится». Но бывают на Западе и не такие дети. Наоборот, даже вундеркинды. 11-летний мальчуган из американского города Сакраменто в Калифорнии по имени Танишк Абрахам получил три диплома об окончании колледжа Американ Ривер. В учебном заведении мальчик на протяжении года изучал математику, естественные науки и иностранные языки. Абрахам уточнил, что таких успехов сумел добиться исключительно благодаря тяге к знаниям. Он добавил, что в будущем планирует окончить Стэнфордский университет, стать врачом, медицинским исследователем и президентом США. Танишк Абрахам прославился в прошлом году. Пока 22-летняя Софи Далзл прогуливала собеседование, устанавливая импланты, 10-летний вундеркинд окончил среднюю школу. С получением аттестата его письмом поздравил президент страны Барак Обамыч. Я дочь вот-вот отправится в Кению в обмен на 70 овец, 50 коров и 30 коз. Танишк Абрахам еще в 4-месячном возрасте мог без труда рассказывать о событиях из детских книг. К 4 годам Абрахам стал одним из самых молодых членов международной организации, объединяющей людей с высоким коэффициентом интеллекта. Аксиме окончил математические курсы Стэнфордского университета для одаренной молодежи и перешел на домашнее обучение. В 2011 году мальчик стал самым молодым исследователем, который обнаружил новое астрономическое тело. Неординарными способностями известна и младшая сестра Вундеркинда Тиара. Она, так же как и ее брат в 4-х летнем возрасте, стала членом международной организации, объединяющей людей с высоким коэффициентом интеллекта. Тиара занимается живописью, ее работы занимали призовые места на нескольких специализированных конкурсах. А еще Тиара подвизается пением и стала самым молодым членом детского хора Сакраменто. Страшно представить, каких высот достигла бы эта семья, если бы завела 13 детей, как Джей и Кэтри Швант из штата Мичиган. Ну хоть так! А вот вам история о человеке, имевшем совсем другие таланты и определенно плохо учившемся в школе. Жители американского города Нэшвилл, штат Тенниси, за последние 20 лет уже почти 500 раз арестовывали за пьянство в общественных местах. Последний или, как нынче принято выражаться, крайний 492-й арест произведен во вторник, 19 мая, когда полицейские увидели 46-летнего Роберта Брауна, пьющим пиво на обочине шоссе. Рядом с мужчиной лежали еще пять пустых бутылок из-под спиртного напитка. Спустя сутки после того, как Брауна взяли под стражу, суд отпустил его. В офисе окружного прокурора журналистам рассказали, что давно знакомы с Брауном. Впервые этот звездно-полосатый мужчина попал в поле зрения полиции еще в 1994 году. Подсудимый почти каждый день сидит и выпивает в одном и том же месте, пока полиция не приходит его арестовать, отметил прокурор Питер Финниган. Каждый, проведенный арестантом в тюрьме сутки, обходится государству в 100 долларов. По закону штата Теннесси, принятому в 90-м году употребление алкоголя в общественных местах, не является преступлением, за которое полагается тюремное заключение. Вместо этого судья может назначить арестованному медицинское лечение, однако лишь в том случае, если подсудимый на него согласится. А поскольку Браун не соглашается, то его отпускают, и он снова идет пить пиво у всех на виду, и американская казна попадает на очередные 100 баксов. Таким образом, Роберт Браун объективно работает на нас в борьбе за развал Америки и однополярного мира. Сливай воду! Несколько слов о мнимой западной толерантности. Владельца парикмахерской Глория Куафер, расположенный в регионе Винетто на севере Италии, заподозрили в расизме. Поводом стал прескуран заведения. Согласно этому прайс-листу, белокожим клиентам услуги парикмахера обходятся почти в два раза дороже, чем чернокожим. Сотрудники правопорядка задержали владельца Куафера. Им оказался выходец из Африки. Хозяина салона могут обвинить в расовой дискриминации против белых в пользу черных в соотношении один к двум. Фоторобот. И в заключении программы о сексе в сублимативной форме и сквозь призму духовности. Мусульманский священнослужитель пообещал занимающимся анонизмом мужчинам беременность в загробной жизни. Соответствующее заявление Мукахид Сихадхан сделал в прямом эфире турецкого телеканала TV Station 2000, отвечая на вопрос одного из зрителей, запрещена ли мастурбация для последователя ислама. Сказано, что руки тех, кто занимается подобным, сделаются беременными после перехода в вечную жизнь. Не моргнув глазом, выразил уверенность Мукахид Сихадхан. Священник также пояснил, что в загробном мире грешникам придется воспитывать потомство, родившееся в результате данного вида сексуальной активности. То есть растить детей рукоблудия. Антон Орех. Николай Александров и программа Радиодетали. Прощаются с вами и сообщают, что на небольшой австралийский город Гоудберн прямо с небес стали плавно опускаться пауки. Вместе с сотнями тысяч мелких черных млекопитающих на землю, подобно покрывалу, легла также их паутина, и уже вскоре после начала паукопада поля и дороги покрылись словно бы плотным слоем снега. Паутиновая покрывала недолго пролежала на земле. Состоящая в основном из белка ткань быстро распалась, а насекомые просто расползлись кто куда. Паутиновая покрывала. Продолжение следует...